ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Видишь, нас уже зовут, пошли Вчера макароны, сегодня макароны, не хочу я больше их есть, пей Сима, ешь скорее, а то сыр на макаронах застынет и будет невкусным Не буду, вот ты остап самых и ешь, если тебе так хочется, а я не буду И вообще, в последнее время буфетчица тетя Зоя готовит нам невкусные обеды В библиотечном буфете и пирожки есть, и булочки, и шоколадки, и даже кофе со сливками А нам все макароны да макароны, пусть даже с сыром пить Сима, ты же мышь, а мыши должны любить сыр Пусть даже он тертый, расплавленный, к тому же ты напрасно думаешь, что макароны так уж не похожи на пирожные Конечно не похожи, пирожные, они такие вкусные, сладкие, иногда с кислинкой Если они воздушные и нежные, тогда их называют бисквит или безе А те, которые плотные и тают во рту, это скорее всего песочные Они в конце концов красивые, а ты мне их тут с макаронами сравниваешь, нашел с чем сравнить? Во-первых, и те, и другие делаются из муки Ну и что? Мало ли что можно из муки налепить? Во-вторых, да будет тебе известно, глупый мышонок, что когда в 18 веке итальянское слово макароны через французский язык пришло в русский, то означало оно именно пирожные Что? Пирожные называли макаронами? Именно, макаронами Глупости какие! А в самом итальянском языке это слово появилось из греческого В котором так и вовсе называли варево из ячменной муки или крупы То есть по-нашему кашу Хочешь, я попрошу тети Зое для тебя каши? Пшенной Думаю, у нее от завтрака еще осталось? Муррррррррррррррр! Ну нет, кашу я совсем не хочу Пусть лучше уж будут макароны с сыром Сима, зачем ты лезешь в мою тарелку? Ты же не хотела есть макароны Я с тобой мышь, а мыши любят сыр Пусть даже с макаронами пить